Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня речь пойдет о блестящей повести позднего Толстого. Хаджи Мурат. Произведение, которое кажется, может быть, не самым знаковым, не самым главным в творчестве Львы Николаевича Толстого. Но поздний Толстой это во многом по-прежнему загадка для исследователей, для литературоведов. Потому что он действительно, обладая по-прежнему потрясающим даром художественного видения, вот этим необычайным умением передать характер и создать образы так, чтобы мы верили в них с первого слова, он пытался все это уложить в очень жесткие рамки собственно религиозного философского учения. И это, конечно, не только интересный художественный опыт, который будет любопытен всем будущим поколениям, но еще и колоссальная человеческая драма. Потому что и отлучение от церкви, и уход Толстого, бегство Толстого знаменитое, это, конечно, признаки вот того неблагополучия, которое творилось в его великолепном умении сердца. И мы можем сказать сейчас, что Толстой в Хаджимурате решал те вопросы, которые он напоследок пытался еще раз поставить заново, не так, как в великих романах они поставлены. Эти вопросы касаются не каких-то частных эпизодов Кавказской войны 60-х годов 19-го века, или взаимоотношений политики, истории и географии, и этнографии вот этой эпохи. Это какие-то философские вопросы, которые касаются вообще человеческой жизни. И то, что он вот уже в старости вернулся к событиям своей молодости, а он сам воевал на Кавказе, все это написано во многом по личным впечатлениям. И то, что он переработал гигантское количество документальных материалов, это значит, что предельно важным казалась ему эта история и этот персонаж. И образ, с которого начинается и который венчает Хаджимурата, образ вот этого вот несгибаемого репейника, две ветви которого погублены человеком, но одна единственная все-таки выживая, и несмотря ни на что, одна против всего мира торчит вверх, не сдается, не сгибается, растет среди пахоты полностью, значит, где выровнены под культурную растительность, где не осталось ни одного дикого растения. Но вот этот вот репейник, он растет и он тянется кверху единственной уцелевшей веточкой. Так и Хаджимурат, этот образ напомнил его, напомнил его биографии Толстому, говорит он, и так и Хаджимурат сражался один против всех, пытаясь в совершенно неблагоприятных для него обстоятельствах выстоять из последних сил. Вот эта неизгибаемость, эта сила человеческого характера, она, несмотря на то, что, может быть, душу-то Толстой вкладывает в образ Авдеева, того самого солдата, безропотно гибнущего от случайной пули, который пожертвовал собой, пойдя в солдатчину вместо брата своего, и показана картинка из быта вот этой ненаглядной, так называемой, простой, счастливой крестьянской жизни, которая не является ни естественной, ни добродушной, ни простой, ни гармоничной, нет никакой гармонии с природой. Прекрасно, вот одна эта картинка показывает весь ужас. И вот этот Авдеев, конечно, не от мира сего, потому что вместо брата пошел он на Кавказскую войну, пошел в солдатчину, и в результате вот так гибнет. Может быть, него Толстой вкладывает всю душу, но получается-то у него кто? Получается Хаджи Мурат. И так ярко, и так сильно, и так ему сочувствуешь, этому бритому бандиту, которому невозможно не сочувствовать, читая повесть, что понимаешь, что художественное видение, оно все-таки клавнее любых идеологических установок. Но это, на мой взгляд, вам может показаться иначе. Сам Толстой не оставил нам ответа на этот вопрос, он не решился издать эту повесть при жизни, и то, что для него она осталась как бы вот такой вот неоднозначной, если и дописанной, если и завершенной, то не отстоявшейся, да не отлежавшейся, это тоже очень многое нам говорит об этом произведении. И комментарий, сопроводительная статья и примечания в этой книге, случай тоже совершенно уникальный, случай потрясающий. И тут требуется сказать сразу, что Лидия Корнеевна Чуковская, писатель, которого я считаю одним из классиков 20 века, необычайно недооцененный, потому что мало кто знает, что она великолепный прозаик, она не просто литературовед и тонко чувствующий текст, редактор, да, она исследователей каких мало. Она написала комментарий к Аджимурату Толстого в 1947 году и переработала его в 1957 году. Но из-за абсолютно неприемлемых для нее цензурных вмешательств в текст, она отказалась этот комментарий публиковать. И можете сами легко посчитать, сколько десятилетий эти две вещи, гениальный, конгениальный, по повести Толстого, комментарий и сопроводительный аппарат к ней, да, и текст Толстого «Ждали встречи друг с другом». И только сейчас, вот здесь, в этой книге серии «Проверено временем» они нашли друг друга. Читать Чуковскую наслаждение. Все те замечания, которые сами просятся на язык, ею сформулированы блестяще с последней точностью и ровно на том месте, на каком нужно. Буквально с первых страниц ее послесловие ты понимаешь, что она словно заглядывала в твою голову при чтении Хаджи Мурата, твои мысли читала, и вот сейчас она их формулирует, и тебе самому пересказывает. Это абсолютно небанальное видение повести, и социальная ее подоплюка понята и подана Чуковской так, как мало можно, мало кому это удавалось, да, за всю историю литературовического исследования, да, поздних вещей Толстого. Здесь у нас есть просто вот совершенно потрясающая вещь. И то, что меня поражает в этой повести больше всего, например, сопоставление двух таких разных портретов, как портрет Шамиля и портрет Николая, императора Николая, да Николая Палкина. Это потрясающая вещь. Она с такой вот якобы простодушной реалистичностью написана, что не оставляет капня на камне от героических мифов, созданных вокруг этих исторических персонажей. Потому что все, что мы сейчас читаем и знаем о кавказском конфликте до середины 19 века, это крайне актуальные знания. По-прежнему эта проблема остается одной из самых актуальных. И вот сейчас я как раз читаю на середине великолепной книги о Ермолове, которую написал Яков Аркадьевич Гордин, и убеждаюсь на каждой странице, что это все сверхважно, сверхактуально для понимания того, кто мы, почему все это произошло и что будет дальше. И, конечно, Чуковская здесь вносит свой вклад, потому что повесть Толстого, она не привязана к конкретным историческим реалиям или к каким-то тем более этнографическим, экзотическим деталям тех событий, которым свидетелем был сам Толстой. Она в целом о человеческой судьбе, о смысле человеческой жизни, о воле к этой жизни и о правде, с которой эта жизнь, с которой этой волей утверждается. Потому что в сущности, Лидия Корнеевна напрямую пишет, что хотел Хаджи Мурат? Он хотел быть правителем аварии. Из чьих рук он получит эту власть, совершенно неважно ему было. Из рук Шамиля, из рук царских генералов. Но он хотел вернуть свой статус великого, значит, знатного правителя, влиятельного человека, наделенного полномочиями Приханок. Вот как он Приханок жил в молодости. Вот, значит, он хотел свой статус вернуть и совершить кровную месть. И все. Это чрезвычайно дикие и архаичные побуждения, мотивы, да. И что хотел Шамиль, да? Шамиль хотел централизованного, сильного, прогрессивного государства, которое будет противостоять, значит, царскому русскому завоеванию царской армии, да. И вместо усмирения Кавказа получилось бы отдельное государство, да. Совершенно разные побуждения, разные мотивы и разная судьба, да. Но сколько многое объединяет этих двух людей. И вот это блестящая параллель, я уже говорил Николая и Шамиль, да, вот этих двух портретов. И вообще весь портрет царской армии и весь портрет высшего света, все то, что так долго и сложно описывается на протяжении очень многих страниц и Анны Карениной, и Войны и Мира. Здесь блестяще дан на нескольких страницах. Это просто вот то совершенство, которого достигает стиль рукомастера очень редко. Это действительно гениально. Хотя, казалось бы, второстепенная считается в наследии Толстого, повесть, вот отдельно стоящая, да, изумительная вещь. Лидия Корнеевна-Чуковская в полной мере все это передает в своей сопроводительной статье и раскрывает всю глубину этого произведения. Это совершенно блестящее интеллектуальное наслаждение, когда ты читаешь такой сопроводительный аппарат к такой интересной вещи. Читайте, наслаждайтесь. Лев Толстой, Хаджи Мурат. Сопроводительная статья и примечания Лидии Корнеевны-Чуковской. Спасибо за внимание.